Продолжение следует... 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 Цикл дуэты. Вот этот цикл, написанный почти в конце жизни Петровичом, это уже зрелый мастер, почерк зрелого, прекрасного, владеющего всей палитрой и владеющего прекрасно голосом, потому что для того, чтобы для голоса писать, надо очень хорошо знать голос. И вот этот мастер создает дуэты. И одна из транскрипций этих дуэтов вот сейчас прозвучит. Кстати, вот этот цикл замечательный на стихи разных поэтов. И то, что мы сейчас услышим, это будет произведение называться «Рассвет» на стихи Сурикова из шести дуэтов. Пожалуйста. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Удивительно тембровое, то есть там слышатся каждые инструменты. Удивительно он услышал, мог слышать природу. И в этом отношении он тоже очень близок к Эдварду Григу, потому как Эдвард Григ на протяжении всей своей жизни писал, можно сказать, природную музыку, то есть музыку прослушивал в природе, голоса природы. И удивительность здесь схожа, еще доверительность интонации, музыкальной интонации Петра Ильича Черковского и Эдварда Грига, потому что вот эта вот теплота интонации, как сам Эдвард Григ говорил, что вот если Бах, Бетховен, это вершина. Но я имел целью создать жилище, в котором каждому было бы уютно и тепло. И вот действительно теплота, доверительность интонации, музыкальной интонации и Петра Ильича Черковского, и Эдварда Грига поразительно обобщают их. И очень делают сходными и в характере, и в характере мелодики. И вот я хотела бы сейчас вам исполнить несколько произведений, чтобы вы сопоставили, чтобы вы сравнили. Вот одна из пьес Петра Ильича Черковского, весенние пьесы, какой месяц вы потом не скажете, из цикла «Время года», а три маленьких, вернее два маленьких произведения Эдварда Грига из цикла «Лирические пьесы». Вот эти пьесы лирические, вообще лирическое дарование, это Рокарива образительно была. И вот он на протяжении всей своей жизни пишет лирические пьесы фортепианные, огромные циклы пьес. И вот один из ранних циклов сочинения 12-е, лирический пьес «Арету я вам сыграю», затем вы услышите уже сочинение более позднего периода, 38-е сочинение, опус 38-й, норвежскую народную мелодию. И еще одно произведение уже позднего периода, это сочинение 65-го, опуса называется «Свадебный день в Трольхаугене». Трольхауген – это было имение Григов под Бергеном, в замечательном красивом месте. И вот все хлопоты связаны со свадебным днем, отъезд, приезд гостей и беседа молодых. Вот Григ смог в этой картине музыкальной «Свадебный день в Трольхаугене» передать, как мне кажется, очень ярко. Трольхауген – это было имение Григов. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты!